Привет, зритель! Я портативный блендер Китфорд КТ-3006. Пока что я стою на зарядке. Чтобы зарядить меня, тебе понадобится не только провод, что входит в мой комплект, но и какая-нибудь вот такая розеточка. Хозяин использует розеточку от своего Huawei Honor 9. Он щедро со мной поделился этой розеточкой. Чтобы я полностью зарядился, я должен целых 2 часа стоять на зарядке. Или всего лишь 2 часа. Пока я заряжаюсь, я горю красным цветом. Как только я заряжусь, я стану белым гореть цветом. Пока я заряжаюсь, хозяин покажет тебе кое-что. Смотри, какая штука. Ничего не напоминает? Прямо ёлочная игрушка. Можно что-нибудь сюда положить. И будет тебе счастье. Но на самом деле это не ёлочная игрушка. И ложить сюда может даже ничего и не надо. Это нацепляется на бутылочку. Бутылочка на 350 мл. На самом деле бутылочка чуть побольше, чем на 350 мл. Но максимальная заполняемость именно 350 мл. Ты когда-нибудь делал коктейли? В каком-нибудь большом стационарном блендере, который с собой нельзя утащить, потому что он тяжелый. Не, ну может ты, конечно, с собой утащишь. Может это там качок какой. Но не все шпички, да? Не у всех есть кайф тащить с собой большой стационарный блендер. Браун, который стоит у хозяина сзади камеры в шкафчике. Короче, смотри. Забью я тебе какой-нибудь коктейльчик. Пюрешечку или еще что-нибудь. Покроешь ты это крышечкой, завернешь и потащишь куда подальше. А можешь не покрывать, а сразу выпить. Удобно держать в руке колбочку. Я работаю при полностью заряженном аккумуляторе 15 раз по 35 секунд. Нажмешь на кнопочку дважды. И я целых 35 секунд буду измельчать. Если тебе надоест, ты можешь выключить меня раньше. А если тебе не надоест, ну жди эти 35 секунд. Они же недолго пройдут, да? Если у тебя еще не та консистенция, можешь еще пару раз по 35 секунд сделать. А вот когда ты уже все три раза по 35 секунд сделал, дай мне отдохнуть хотя бы пару минут. Ты же тоже любишь отдыхать. Вот и мне иногда надо. Так вот, ты думаешь, а нахрена тогда вот эта штучка? А эта штучка покрывает меня. Ты можешь взять меня с собой, положив сумочку. Вот хозяин собирается взять меня с собой в деревню. Положив рюкзачок. И чтоб я не включился или не поранил с ножичками содержимое рюкзачка хозяина. Вот крышечка специально для этого. Ну а это мало ли что там хозяин с собой возьмет. Или просто чтоб бутылочку покрыть. И да, если ты вдруг положишь меня к себе в сумку. В рюкзак или еще куда-нибудь. И на меня надавится на кнопку что-то, то с одного нажатием мне ничего не будет. Видишь, ничего. Но если нажмешь на меня двойным нажатием, то будет тебе счастье, если я заряженный аккумулятором. Если я готов к работе. Да, я тут из искусственной кожи. Такой, смотри, на мне какая одежка. Вот во что в меня втыкается хвостик. Тут устойчиво прорезиненная поверхность. Удобно держать в ручке. И в ручище тоже удобно будет держать. Легонький. Чтоб меня включить, надо сначала меня перевернуть. Ну, посадить вот на эту, на бутылочку. Кстати, все тебе сейчас продемонстрируется. Потом перевернуть и потом дважды нажать. Конечно, ты по ошибке можешь включить меня пустым. Или какой-нибудь особо одаренный твой приятель включит меня пустым. Или приятельница тоже. Мало ли бывает, да? Из-за взорства или интереса ради. Я максимум 10 секунд поработаю. Пойму, что меня впустую крутят. И отрублюсь. И будет облом тебе. Либо твоему приятелю или приятельнице, которые хотели похулиганить. Либо по ошибке сделали не то. Но, да, надо наливать слегка жидкости, прежде чем засунуть сюда тот же самый банан. Иначе не будет тебе счастья. Ну, ты же понимаешь, как делать коктейли, да? У моей инструкции по применению есть два замечательных рецепта. А потом еще два замечательных рецепта. Хозяин такой лох не сразу урубился, что тут аж четыре замечательных рецепта. Я не перевернула в другую сторону. А потому решил переснять видео специально для тебя, зритель. Хрендый. Смотри. Вот оно как в картинках. Я тут пока еще десл позаряжаюсь, а хозяин слегка закинет сюда банан. Да, помелче режь фрукты, овощи, продукты, которые собираешься измельчать. Не используй всякие кости, крепкие вещи и тому подобное. Насчет костей так написано в инструкции. Видимо, какой-то гений современности поиспользовал кости, а потом пожаловался производителям. И потому производители внесли это в инструкцию по применению. Вообще, у хозяина есть тут еще ягод. Замороженная арония, она же черная рябина, черноплодка. Аж с прошлого года. И вот мы тут слегка их закидаем. Я довольно легкий. И, кстати, мощность у меня всего лишь 75 ватт. Ну, вообще, что я тут заставляю хозяина читать? Посмотри сам. Видишь, насмотрелся? Молодец. Докидываем дальше ягодки. Хозяину не особо повезло. Я попался совершенно разряженным. И хозяин мне слегка запаниковал. Подумал, что и как. Почему он делает не так. Посмотрел инструкцию по применению на ютубе. Другими хозяевами сделанную. А потом понял, что я-то разряженный. С овцем. Вообще, до Питера, до сюда, от Питера, точнее, до сюда, до Углича. Я долетел буквально за двое суток. Почта этой страны внезапно стала работать очень хорошо. Не сгладить бы. Наверное, хватит. Подумал хозяин. Вслух. И решил добавить сливочек. Сливочки у хозяина остались с момента, как хозяин тут замутил мороженое. С желе из красной смородины. Вот оно. Можно даже еще чутка добавить. Лапа у хозяина иногда дрожит. Ну, с кем не бывает? Если с кем-то все же не бывает, ну, чуваки, вам повезло. Вы шо вообще? Ну шо, давайте. Я извлекусь. И вы увидите, как это выглядит. Да, совершенно обычный микро-USB провод. Чтоб ничего не попало. У меня тут закрывается моя попка. Можно сказать, дверца закрывается. Переворот. Я в объектив не влезаю, потому что стою очень близко к камере. Но можно это исправить. Смотри, я влез в объектив. Ты меня видишь полностью. Практически сверху даже. Насмотрелся и хватит. Хозяин случайно нажал на паузу на камере. Ну вот, хозяин снова готов к работе. Меня можно потрясти. Чтоб было более равноверно. Хозяин шить никогда не делал, поэтому, возможно, тряс неправильно. Вот я вырубился, потому что мои 35 секунд закончились. Но меня можно включить заново. скидка-пылочку красота. Может быть, что я могу pulить. Ну что, тряханем меня, да? Можно опустить Это у нас 3-5 секунд практически ну на самом деле 4-5 секунд потому что хозяин забыл точнее, я не нашу кнопку нажал и камера вырубил ну хозяин дал мне немножко отдохнуть раз, два, три давай, меня хозяин так выключить пораньше смотри, я выключился пораньше ну а теперь да будет тебе счастье еще мигаю красным как бы говорю, чувак, я сейчас не смогу работать ты откручиваешь бутылочку подожди, стой, я еще хочу поработать только закрути меня обратно осторожно переворачиваем смотри, внутри меня что-то есть но у меня есть система самоочистки ты можешь перелить вот это счастье куда-нибудь а можешь оставить так допустим, ты это выпьешь потом зальешь бутылочку водочки можешь даже с легким моющим средством жиденьким и включишь меня естественным путем как до этого делал хозяин вместе с вот этим замечательным коктейлем, который только что получился благодаря мне Китфорду КТ-3006 портативному блендеру мощность которого всего лишь 75 ватт а бутылочка на 350 миллилитров давай хозяин тебе продемонстрирует как это выглядит закрытая крышка если вдруг тебе или хозяину приспичит меня взять с собой а теперь хозяин продемонстрирует тебе как я выгляжу изнутри густенько так густенько-густенько ну что, товарищ я тебе нравлюсь если нравлюсь, то хорошо поставь лайк видео подпишись на хозяина хозяин интересный человек ну и пока тебе не забудь поставить палец кверху